Всем привет! Сегодня буду запускать двигатель автомобиля Mercedes Vito после долгого простоя. Автомобиль стоит около полугода, так как автомобиль старый, 98 года выпал, то я считаю это для него долгий и простой. Масса автомобиля аккумулятора была выключена. Кстати, вот посмотрите, делаю видео обзор на вот эти датчики давления в шинах. Автомобиль простоял под навесом, батарейка не села в данном устройстве, но и в датчиках соответственно. И вот показывает давление в шинах реальное, переднее левое реально приспущено, вот видно по нему. Все правильно показывает и все работает. Ну и что может быть интересно, это то, что двигатель простой здесь, установлен ОМ-601, без электроники, можно сказать тракторный, турбированный, дизельный. Проверю уровень масла перед запуском. Уровень в порядке. Масло черное, оно недавно менялось, поэтому дизельному двигателю это присуще. Ну и проверить уровень жидкости, охлаждающий тормозуху глянуть. Ну и так, наружный осмотр. В общем-то порядок. Включил массу напряжения аккумулятора 12,5 вольт и делаем запуск. Выжимаю сцепление. Даю прогреваться свечам накала. Напруга на аккумуляторе падает. Так, свечи прогрелись. На улице тепло, вот 14 градусов. Ну. Ну. И с полтыка. Красавчик. Как говорится, спасибо, что живой. Телефон напряжения. Телефон напряжения. Телефон напряжения. Но это мы сейчас устраним. Всё будет сделано. Как видели запустился с пол оборота. буду приводить в порядок. И автомобиль потребовался. Потребовался, нужно то и что перевозить. Автомобиль для перемещения в пространстве это хорошо, но иногда нужно и то и что перевезти. А для этого в общем-то и существуют такие вот автомобили. Дыма нету. Работа двигателя ровная. По приборам все хорошо. Скинул обороты прогревочные. Были сейчас. Прогрелся уже. Зарядка есть. 14,6 вольт. Видели вы, какой-то затык произошел. Что-то начал он подчихивать, попердывать. Сглазил я, наверное, его. фу, кинул дымку. Ну, дальше будем следить. Прочекался. Прочекался. Будем надеяться, что прочекался. 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 Прочекался.